Привет, друзья! С вами снова G-Love, и мы продолжаем создавать наш сайт. Первое, что я вам сейчас покажу и что нужно запомнить, раз и навсегда больше мы к этому возвращаться не будем, это как входить в панель управления своим сайтом. Итак, поехали! Мы разобрали в прошлом видеоуроке почту, и я это уже показываю. Сейчас я застрю на этот момент очень тщательно. Так, заходим в свою почту, заходим в папку сайта, и заходим в письмо информационная служба ТИТАН, таймвэп, установленные приложения. Заходим в него. Вот, как войти в панель управления своим сайтом. Нажимаем на вкладку, на вот эту ссылку, в которой указано имя вашего сайта, а дальше идет vp-login.php.php. Вот, нажимаете на нее, и у вас высвечивается сразу форма для входа на ваш сайт. Итак, сюда вы пишите, как указано у вас в почте. Имя пользователя, админ. Пишите админ, пароль пользователя, как у вас указано в почте, пишите этот пароль. Ставите галочку «Запомнить меня» и нажимаете «Войти». Все, вы вошли. Нажимаете «Сохранить пароль». Если сейчас нажал «Нет», вы нажимаете «Сохранить». Дальше. Сейчас я еще раз выйду, выйти, и покажу, как это сделать без почты. То есть, допустим, мы это делаем без почты. Допустим, вы находитесь в браузере, как это сделать без почты. Мы с вами создавали папочку на рабочем столе и сохраняли все данные. Поэтому сейчас заходим в рабочий стол, заходим в папку «Сайт» и заходим в тот текстовый документ, где написано «Логин и пароль для входа на сайт». Заходим в этот текстовый документ «Логин и пароль для входа на сайт» и копируем эту ссылку. Адрес входа. Копировать. Выделяем, копируем. Потом возвращаемся, вставляем в верхнюю строку браузера. И у нас выделяется вот такая вот надпись «http», потом «slash», название вашего сайта с точкой «ру», потом «slash» «vp-login.php». Нажимаем «Enter». И у нас также появляется форма для входа на ваш сайт. Также из папочки пишите «admin», здесь пишите «admin», а здесь указываете пароль для входа на сайт. Можно это делать вручную, мне проще копировать. Указываете пароль, ставите галочку «запомнить меня» и входите. Нажимаете «войти». Все. Когда всегда вам предлагают сохранить пароль, всегда нажимаете «сохранить». Дальше. Сейчас мы себя еще раз порадуем. Смотрите. Мы долго что делали, но больших изменений внешних мы не замечали. Сейчас сделается следующая вещь. Нажмите на вот этот домик. На домик. И мы сейчас нажмем на этот домик, и мы перейдем на сайт. Мы увидим то, как выглядит сейчас в данном положении наш сайт. Нажимаем на домик. И вот так наш сайт сейчас выглядит. Для того, чтобы это, вот то, как он выглядит сейчас, да, это такой своеобразный шаблон сайта, своеобразная тема сайта. Правильно называется эта тема сайта? Вот такая, с таким расположением, боковая колонка такая слева и так далее. Это своеобразная такая тема сайта. Теперь вернемся назад на панель управления сайта. То есть мы нажимаем вот сюда. Нажали, и мы вернулись сюда. Следующее. Для того, чтобы поменять на наш сайт тот, который я вам показывал в презентации, мы делаем следующее. Меняем сейчас тему, и вот тему меняем в своем сайта. Шаблон. Он будет выглядеть совершенно по-другому, и шаблон сайта будет совершенно другим. Что мы делаем? Мы наводим мышкой на внешний вид. Потом можем кликнуть на нее один раз. И дальше мы нажимаем на тему. Как правило, у нас уже сразу все это высветилось. Но это может сразу не высветиться. Допустим, я сделаю один шаг назад. Можно сделать следующим образом. Наводим на внешний вид, и потом вправо нажимаем на тему. То есть у нас также высветятся вот такие вот картиночки. Далее. Делаем мы следующее. Мы делаем следующее. Мы нажимаем темы, нажимаем кнопку добавить новую. И вот тут у нас представлены различные темы. Темы, шаблон сайта. Избранные, популярные. Нажимаем на популярные. Просто для того, чтобы посмотреть. Ничего сейчас делать не будем, просто смотрим. Вот популярные темы различные. Потом свежие. И так далее. Мы сейчас ничего здесь не делаем, а нажимаем вот сюда. Поиск тем. Кликаем сюда, ставим галочку. Поиск тем. И здесь пишем название следующей темы. Вот данное название следующей темы мы пишем. То есть, если по буквам, то мы пишем инцептион. То есть, И английское Н, С как С русское, Е, П, Т, И, О, Н. Инцептион. Ввели такое название. И дальше нажимаем Enter. То есть, поиск как бы. Enter это означает, ну как, подтверждаем. И вот у нас высветилось данное название темы. Дальше мы делаем следующее. Нажимаем кнопочку. Вот здесь наводим. Вот так вот наводим. И нажимаем кнопку установить. Нажимаем. Ждем немного. Появилась такая надпись. Установка темы инцептион. Инцептион 1. Ну, тут цифрыки могут быть другими. Но главное, что название такое у вас должно быть. Вот. Дальше нажимаете на надпись активировать. Нажимаете. Ну, все. Больше никаких действий мы не делаем. И сейчас нажимаем на домик. Для того, чтобы увидеть, какие изменения произошли. И увидите то, как сейчас выглядит наш сайт. Нажимаем на домик. Вот так сейчас стало выглядеть наш сайт. Это у нас уже произошло небольшое, но изменение. Теперь вы должны запомнить, что переключаясь между здесь, нажимая сюда, вы попадаете в панель управления. А нажимая на домик, вы попадаете на то, как выглядит ваш сайт. И смотрите, как он выглядит. Все. Это запомнили. На этом я свой урок в данном видео заканчиваю. Главное, чтобы вы сейчас запомнили то, как входите в свой сайт, в панель управления, как я показал вам сначала. Главное, чтобы вы научились входить. И все. Сейчас мы заканчиваем. Увидимся в следующем видео. А сейчас сделайте следующее. Наведите на привет админ и нажмите выйти. С вами был Джин Лав. Увидимся в следующем видео уроке. Пока.